добрый день уважаемые студенты мы с вами продолжаем рассматривать эпосы народов мира сегодня мы говорим с вами о тамилах тамилы это народ который в основном проживает на территории индии и я чуть ниже скажу об особенностях их языка и их происхождение но если вы внимательно следите за тем как развивается повествование об эпосах то наверняка вы поняли что культуры которые когда-то имели достаточно высокое развитие они очень и очень трепетно относятся к своим литературным традициям и во многих культурах исторически было очень важно вообще сохранять литературу это был показатель не просто высокой культуры это был именно показатель интеллектом и многие например исторические математики или философы они писали именно поэмы записывали их не потому что они были поэтами или писателями а потому что так было принято доказывать именно ну какой-то свой интеллект и так далее вот сейчас я говорю о тамильской литературе и я ввожу такое понятие которое называется сангам это с тамильского языка примерно переводится как собрание или братство но некоторые исследователи переводят его также как слова академия сангам это особое собрание или вот академия которая связана с тамильской культурой и как считает дэвид шульман это исследователь тамильского языка и литературы исходя из тамильской традиции считается что было три сангама в литературе тамилов и первый сангам длился несколько тысячелетий его начинает божество шива продолжает вот этот первый литературный сангам сын шивы муруганом и он далее передает эту традицию 545 мудрецам в это количество входит знаменитый поэт ригведы агастия и вот этот первый сангам четыре тысячелетия продолжался но центр был на юге достаточно далеко от современного города мадурай мадурай сыграет свою роль тоже я чуть ниже скажу и об этом потом этот центр литературного сангама который простирался на протяжении четырех тысячелетий поглощается морем и далее возглавляет второй сангам агастия который живет очень долго второй сангам начинается от восточного побережья канал к панапурама и он существует в течение трех тысячелетий он тоже погибает под наводнениями из второго сангама сохранились ученые и литературоведы акатиям и толкопиям и они организуют третий литературный сангам сейчас вы видите на экране появляется фотография это священный пруд золотых лотосов в городе мадурай именно отсюда начинается третий сангам и третий сангам очень тесно связан с городом мадурай мадурай город который сохранился вплоть до наших дней и это один из основных городов индийском штате тамил над или тамил наду по сути это культурная столица данного штата и это административный центр округа мадурай этот город также называют тонга на горам что переводится как город который никогда не спит мадурай очень тесно связан с тамильским языком и тамильской культурой и вот третий вот этот тамильский сангам это крупнейшее собрание тамильских ученых и литературоведов начиналось с этого города и далее уже будет распространять свои культурные традиции ираватам махадеван это очень известный индийским эпиграфист он родился 2 октября 1930 года и он умер 26 ноября 2018 года это человек который внес очень значительный вклад в понимание письменности тамилов он доказал что это отдельная письменность которая тоже восходит к письменности брахми он расшифровывал эпиграфические надписи и он очень много внес в понимание письменности цивилизации долины инда это очень сложный и очень интересный вопрос и вот и раватам махадеван он говорил о том что на тамильском языке сохранилась надпись второго века до нашей эры где город вот этот который сейчас называется мадурай там называется матирай и на старом тамильском языке это означает город который обнесенный стеной но есть и еще одна версия что город мадурай образован от слова мадхура то есть сладость и этот мадхура возникает из божественного нектара который сыпался с волос бога шивы и вот и от этого возник этот город как считают некоторые лингвисты которые изучают данный регион в частности ученый бхадридраджа кришнамурти тамильский язык это дравидийский язык и он происходит от прото дравидийского протоязыка лингвистическая реконструкция предполагает что на прото дравидийском языке говорили примерно в третьем тысячелетии до нашей эры возможно в ней в районе нижнего бассейна реки года варим на полуострове индия существуют материальные свидетельства прото тамильского языка и они позволяют предположить что носители вот этого прото дравидийского языка принадлежали культуре которая связана с неолитическими комплексами южной индии ну вот как в принципе доказывает ираватам махадеван самые ранние эпиграфические свидетельства связанные с тамильским языком относятся ко второму веку до нашей эры среди многообразия индийских языков именно тамильский язык имеет самую древнюю не санскритскую индийскую литературу и это конечно очень важно для самих тамилов и для культуры индии в ноябре 2007 года в были раскопки вкусир алькадиме и там была обнаружена египетская керамика которая датировалась первым веком до нашей эры и как раз на этой керамике были обнаружены надписи на тамильском брахме существует ряд явных заимствований из тамильского языка на библейском иврите они датируются до 500 года до нашей эры и это считается самым древним свидетельством данного языка ученый джон гай утверждает что тамильский язык был языком общение первых морских торговцев из индии тамильская литературная традиция включает в себя пять великих эпосов они так и называются пять великих эпосов тамильской литературы и первый эпос он называется шилопад дикарам переводится на русский язык пример примерно как повесть о ножном браслете это древнеиндийский тамильский эпос который входит в числе пяти в число пяти великих эпосов авторство вот этого эпоса который очень сложно конечно произнести шилопад дикарам приписывается рассказчику который выступал под псевдонимом илангу одигаль и это переводится примерно как аскетичный принц и как считают большинство ученых это произведение появляется в период между пятым и шестом веками ну сейчас появляется фотография на экране и как раз это скульптура иланга одигаля она находится в пухаре на территории тамил наду вот этот иланга одигаль есть предполагаемый автор эпоса о ножном браслете шилопад дикарам состоит из 5270 строк и он разделен на три главы или три условных части которые называются пухар кандам мадурай кандам и ванчи кандам то есть вот первая часть этих сложных слов это название столиц трех южно-индийских княжеств в которых происходит действие данного эпоса то есть это пухара мадурай и ванчи на сегодняшний день сохранился город мадурай прямо в своем собственном наименовании а вот третья часть это город ванчи тоже существует а вот пухар сегодня называется помпухар и он находится на восточном побережье южной индии в древности он был столицей княжества династии чола это был портовый город и центр внешней торговли именно здесь и начинается действие данного эпоса канаки и ковалан это молодожены они влюблены друг другу друга и они живут в настоящем блаженстве но со временем ковалан то есть это муж как раз главной героини канаки он знакомится с мадхави она куртизанка она танцовщица чуть ниже я скажу насколько она была профессиональной танцовщицы ковалан влюбляется в мадхави оставляет свою жену и они начинают жить вместе с мадхави ковалан очень щедро тратит все свое имущество и деньги на мадхави канаки в это время убита горем но тем не менее она как целомудренная женщина ждет что муж к ней вернется несмотря на его совершенно откровенную неверность происходит праздник в честь бога индры он в данном эпосе исполняет функцию бога дождя и в рамках данного конкурса или праздника как раз проводится соревнование певцов ковалан поет о женщине которая причиняет боль своему возлюбленному мадхави в свою очередь поет песню о человеке который предал свою возлюбленную и каждый из вот этой пары интерпретируют песню как сообщение другому ковалан понимает что мадхави ему изменяет он ее бросает и он возвращается к своей жене канаки которая все время его ждет не несмотря на его неверности она позволяет мужу вернуться вот эта первая часть пухар кандам которая происходит в городе пухари она состоит из девяти частей людей из девяти песен и в основном представляет собой жанр акам это жанр описывающий эротическую любовь вторая часть эпоса о ножном браслете она называется мадурай кандам а после того как ковалан возвращается канаки они покидают город пухар и они приезжают в мадурай который уже относится к княжеству пандия ковалан потратил все имущество и полностью все деньги он полностью остается без единого гроша он нищий вот в этой второй части эпоса он признается в своих ошибках канаки она прощает его и рассказывает о той боли которую он причинил ей своей неверностью для того чтобы заново начать жизнь вот в этом городе мадурай она снимает один из своих браслетов с ноги этот браслет украшен драгоценными камнями он представляет собой очень большую ценность она отдает мужу и говорит чтобы он продал его для того чтобы они могли начать жизнь заново ковалан идет в центр города где он продает браслет торговцу однако торговец решает присвоить эти деньги себе он начинает обвинять кого лана в том что он украл этот браслет у правительницы ли князь царицы данного царства пандия и этот слух очень быстро доходит до князя или правителя вот данного места он арестовывает ковалана и сразу же казнит его без каких-то дополнительных проверок и судебных процессов канаки ждет мужа он не возвращается и поэтому она отправляется на поиски она узнает что мужа ложно обвинили в краже этого браслета она начинает протестовать против вопиющей несправедливости и доказывает невиновности своего мужа ковалана бросая в суд другой украшенный драгоценностями браслет который составляет вообще-то пару то есть она доказывает что у нее есть 2 2 браслет все и в том числе правители города мадурай понимают свою ужасную ошибку канаги начинает всех проклинать проклинать народ мадурай и сам город она начинает царапать себе грудь у нее из груди идет кровь которая разбрызгивается во все стороны она призывает бога огни бога огня свидетельство свидетели своего справедливого гнева как описывает эпос в ярости она отрывает себе левую грудь и бросает ее на город после чего правитель данного города умирает а весь город сгорает дотла канаги в итоге уезжает вместе в небесной колеснице с богом индрой и как говорит эпос спустя несколько дней она умирает и бог индра забирает их на свои колесницы уже в небесный мир вместе с ее мужем коваланом когда вот этот эпос формировался и как описываются данные события мадурай получается что это не просто столица княжества это очень крупный культурный центр и он был известен как религиозный и паломнический центр местное общество вот в момент когда считается этот эпос был записан то есть в пятом шестых шестых веках оно находилось под сильным влиянием религии которая называется джайнизм и вообще считается что данный эпос относится к произведениям тамильских джайнов но получается что в произведении упоминается что даже матура пати это семейное божество династии пандия приходит канахи чтобы и утешить и успокоить многие богини и боги встречаются с канаки и она сама тоже раскрывается как богиня поскольку ее божественное проклятие полностью уничтожает город в этой второй части эпоса содержится 11 частей и они представляют собой мифический жанр пураном третья часть эпоса или книга она называется ванчи кандам она связана с городом ванчи это столица страны чера там описывается что как канаки вознеслась на небеса в колеснице индры царская семья царства чера узнает об этом и они принимают решение построить храм с канаки в качестве богини для этого они привозят особый камень из гималаев где вырезают ее изображение провозглашают ее в качестве богини дают имя под сини и теперь существует храм посвященный непосредственно вот уже богини канаки под сини и в честь нее вот в третьей части эпоса совершается царственное жертвоприношение данная книга написано в героическом жанре пуран сейчас появляется фотография на экране эта статуя канаки и если вы приглядитесь то увидите что она держит в руке браслет именно его она бросит в суд и эта статуя она на пляже возле чинная находится в принципе на территории тамил на ду не единственный храм посвященный богини под сини то есть изначально канаки там достаточно много жертв вернее мест где приносят жертвы и в некоторых храмах она изображается вместе со своим супругом коваланом и он тоже обожествляется вот в этих местах и так вы видите что главные персонажи данного эпоса по сути их три первое и самое главное это канаки она центральный персонаж эпоса она присутствует во всех трех частях в первой части это простая тихая терпеливая и верная домохозяйка она полностью посвятила себя своему неверному мужу во второй части она уже превращается в другого человека она здесь героическая страстная она прощает не только измену мужу на начинает с ним жизнь заново и она далее ищет мести за ту несправедливость которая случается в мадурай затем она становится богиней и именно ее поступок вдохновляет людей из города чера или с княжества чера построить храм в честь нее и получается что далее и уже поклоняются в качестве богини под тени но здесь очень много культурных таких вот перекрестных ссылок и строки из эпоса шила под дикаром отсылают читателя к ведийской мифологии самудра монтана и здесь пишут что канаки она как сама богиня лакшми богиня несравненной красоты поднявшийся из лотоса и целомудренная как безупречная арон тхати второй персонаж главный персонаж эпоса это ковалан это муж канаки он изначально описывается как сын богатого торговца из вот этой портовой столицы ковалан унаследовал богатство от своего отца он красив и все женщины которые видят восхищаются и у им и не скрывают того что они хотели бы чтобы он стал их любовником в строках 1 38 41 он описан как окруженный музыкой с лицом сияющим как луна и женщины признавались между собой он сам бог любви несравненный мурукан и получается что вот в этом эпосе описывается их брак и как и церемониальный костер со священником который завершает священные свадебные обряды в течение нескольких лет он с канаки живет в блаженной семейной жизни и здесь упоминаются в том числе и эротические моменты как они жили счастливо задушенные в объятиях друг друга они не разговаривали тратили себя на все удовольствия думали что что они прожили на свете всего несколько дней а на самом деле вот в таком эйфорическом состоянии прошло несколько лет третий персонаж эпоса тоже из-за которого случаются все вот эти вот несчастье это матхави она очень красивая молодая танцовщица куртизанка и в эпосе и описывают в качестве потомка урваши урваши это небесная танцовщица при дворе индры обычно для того чтобы исполнять вот такие танцы семь лет нужно было обучаться изучайте народные классические танцы у лучших преподавателей царства так описывается матхави и она совершенствует свои позы ритмические танцы и она умеет играть на всех музыкальных инструментах и знает достаточно много песен когда матхави сказать танцует наверное это очень слабо она завораживает своим представлением на сцене и за танцевальное выступление согласно эпосу она получает высшую награду это гирлянда из тысячи восьми золотых листьев и цветов сейчас появляется фотография на экране вы видите это лист на котором была написана шилопад дикорам это пальмовый лист и это как раз эпосу написанный в данном случае на тамильском языке это исторический документ который хранится в библиотеке имени сваминат хиагера в чинай в некоторых регионах южной индии канаги поклоняются как богине воплощению целомудрия в среде сингальских буддистов на шри-ланке ее почитают как богиню патини среди ланкийских индуистов ее почитают как канаки аман или мать канаки в кирале ее почитают как кудунгаллур бхагавати и ату калдеви в кирале верят что канахи это воплощение богини бхат кракали которая прибывает в город кудунгаллур и обретает спасение в местном храме сюжет шилопад дикарам далее тесно связан с другим древним тамильским эпосом маниме халлий вот главной героиней данного эпоса маниме халлий выступает дочь ковалана и танцовщицы мадхави когда мадхави вот уже в следующем эпосе узнает о том как погибает ее любовник и отец ее дочери мадхави бросает свое занятие то есть то что она профессиональная танцовщица и кортизанка и становится отшельницей и вместе с ней в отшельничество уходит и дочь ковалана но история которую считают что ее записал и ланга одикала одикали который в начале лекции я вам говорила на самом деле эта история существовала задолго до того как это произведение было записано этот сюжет может быть не совсем понятен современным людям вот как мы с вами но в исторической ретроспективе он все таки иллюстрирует идеалы добродетели верности и социальной справедливости и он получает очень широкое распространение по всему региону эта история была адаптирована для различных видов искусства включая кинематограф есть музыкальные драмы танец и достаточно большое количество скульптур а по оценке профессора томильского языка джорджа харта это университет калифорнии в беркли шила под дикором для томильской литературы это тоже что или ада и одиссея для греческой культуры ее важность трудно переоценить вот этот эпос о ножном браслете считается основным произведением в томильской литературе там описываются и исторические события своего времени и также преобладающие в то время религии джайнизм буддизм и шиваизм но главные герои этого произведения канаги и ковалан которые имеют на сегодняшний день божественный статус среди тамилов малояли и сингалов они были по эпосу джайнами а первый перевод эпоса о ножном браслете был сделан в 1939 году рама чандра дикшитаром на английский язык и издан в oxford university press в 1965 году еще один перевод эпоса публикуется алленом дэни даниэлем в 1993 году появляется английский перевод партха сарати он издается в колумбийском университете и он же переиздается в 2004 году издательством пенгион букс считается что вот этот перевод 1993 и 2004 года переиздания более подходит для научных исследований за его точности в то время как два предыдущих перевода больше подходит для тех кто ищет дух эпоса и перевод этот стихотворный перевод воспринимается легче а первый вот этот вернее перевод парта сарати выигрывает книжную премию в 1996 году эпос переведен на французский язык в 1961 году переводчиком фамилия которого дэйсикан на чешский язык в 1965 году его переводит камил звэлибилл и в 1966 году юрий глазов переводит эпос на русский язык первой музыкальной драмой которая основана на событиях эпоса становится драма которая называется ковалан чарита она написана в 1914 году тамильским поэтом и драматургом удаяра пила и есть малая ламская версия данной драмы она написана в 1921 году ее автор виллу пила и в 1928 году в индии выходит первый фильм он тогда еще мой и он называется ковалан он написан по мотивам эпоса шилом под дикором эта история неоднократно переснималась 1929 42 и 64 годах 2006 году на сингальском языке выходит драма патини которая полностью повторяет историю канахи канахи и ковалана в 2016 году эпос шила под дикором был поставлен в кирале как танцевальное представление стиле катхакали и как я уже сказала герои данного эпоса особенно канахи и ковалан они нашли отражение в творчестве скульпторов в округе пахгат штата киралах группа местных мастеров создала серию скульптур которые представляют историю ковалана и канахи уважаемые студенты если вас заинтересует история томилов история томильского языка или более подробно сам эпос который содержит наверное не только истории любви но и вопросы нравственности или как говорят сами джайны дхармы и кармы то вы можете ознакомиться с данным вопросом самостоятельно а сейчас спасибо за внимание